ищем самые сливки на рынке дзен нестандартные ребята вконтакте я даже не знаю кто из них за ветку первенства может поспорить облака становится базисом инфраструктуры это абсолютно другой уровень уже мышление приходится перестраиваться очень многим века для меня это практически первый дом где нас просто безумно круто есть разработки внутри мне хочется про них рассказывать делиться чтобы все таки то скале ухты ничего себе что они делают как они себе это позволили я даже не знаю кто из них с ветку первенства может поспорить облака становится базисом инфраструктуры это абсолютно другой уровень уже мышление приходится перестраиваться очень многим века для меня это практически первый дом где нас просто безумно круто есть разработки внутри мне хочется там про них рассказывать делиться чтобы все-таки то скале ухты ничего себе что они делают как они себе это позволили всем привет рад вас всех здесь приветствовать началась презентация давайте чуть с вами познакомимся поднимите руки кто из века класс не так много это меня на самом деле очень радует то что те кто из века и так на все это знают мы всем все рассказываем как раз хотелось бы поделиться всеми этими нашими активностями с непосредственно с другими компаниями да то есть инженерами из каких других направлений и классно будет там если после это у вас будут какие-то вопросы а лучше что мы прям обсудим там день в кулуарах потому что тема платформа инжиниринг она такая достаточно вообще широкая поднимите руку кто вот знает что такое платформа инжиниринг мне чтобы понять для кого рассказываю четыре руки я насчитал здорово то есть для вас скорее всего быть что-то новое о чем мы поговорим в первую очередь расскажу немножко вообще о нас чем мы занимаемся какие сервисы предоставляем расскажу историю развития расскажу правила выбора которые были сформированы то есть мы с вами все таки про архитектуру про high load часто тут общаемся вот расскажу про комитет который у нас есть звучит достаточно это так бюрократизировано но комитет есть комитет он нам всем нужен и расскажу про список решения мы вместе с вами сделаем выводы ну точнее их я сделаю надеюсь что вы их со мной согласитесь или нет и я готов подискутировать в том числе там о каких-то результатах там того что я расскажу немножко о себе расскажу чеф-инновейшн офицер что это такое я занимаюсь непосредственно инновационными проектами внутри технического департамента технический департамент как саша сказала спасибо ему это такая мягкая инфраструктуры в нашей большой группе компаний где мы занимаемся на всеми буквально там от содов там до каких-то решений формата runtime и инфраструктурными проектами соответственно вот и я занимаюсь развитием платформ инжиниринга а в том числе это кубернетис native base platform и кубернетис native сервисами на которых крутится приложение которое вы знаете вот на чуть подробнее расскажу на самом деле два runtime у нас есть но мы начинаем с этого также занимаясь архитектурой cloud сервисов то есть когда в чем вообще основная сложность классно там создать какое-то решение запустить его и посмотреть но когда твоих пользователей огромное количество там несколько крупных бизнесов и у всех свои требования своя там нагрузка свой профиль взаимодействия все становится не так просто как это может показаться вот ну и соответственно там чтобы чуть-чуть да было понятно что это там не первый опыт участвовал построение крупных облачных систем в зарубежных телекомах работал на построение систем на распределенных облаках зарубежных и там отечественных вот ну и войти уже более 10 лет занимался разработкой на java занимался разработкой там на php администрированием то есть прям на самом деле большой блок вот когда в рф появился еще там девопс практики первые как раз ну там в этого направления влился и поэтому разные блоки занимал вот расскажу о нас немного вообще то есть что мы делаем единая технологическая платформа это такой внутренний наш бренд с которым мы ходим и всем рассказывать ребят у нас есть единая технологическая платформа которая включает в себя несколько направлений первую очередь это единое облако которое внутри объединяет несколько рантаймов это обязательно архитектура мы же с вами на блоке архитектуры и без этого то есть вообще никуда и в том числе большие данные но именно инфраструктура больших данных это сети потому что без сетей не смогут приложение между собой общаться и начнутся у них сложности и обязательно did все мы любим это там джиры это idm это еще какие-то сервисы которые составляют общий такой флор работы разработчика здесь вот на этой схеме там хочется показать что очень важно создавать там современную инфраструктуру поработав с какими-то крупными облачными провайдерами становится понятно что для разработчиков очень важно понимать с чем они работают то есть это фактически является как продукт а когда у тебя пользователь там около десяти тысяч ты и делаешь продукты не просто предоставляешь какие-то единицы на которых запускаются там байты состоит это примерно из нескольких слоев прям схема достаточно утрирования да то есть в первую очередь веб-интерфейс потому что мы все любим наших разработчиков они любят разрабатывать код и хотят удобно запускаться это два рантайма то есть это кубернетис и это ванклауд рантайм такой ну для запуска тоже контейнеров которые непосредственно там выполняет функцию там шедулинга запуска и вот похожий на кубернетис но имеющий свои отличия да то есть это архитектурный это чуть-чуть другой блок вообще запускаемых продуктов но в целом это все работает вместе и большой слой для наших берсеркеров которые работают фактически круглосуточно там дежурная служба все остальные то есть это мониторинги s3 это дата-центр это сеть все вместе взято для того чтобы функционировали наши приложения и могли работать круглосуточно небольшой здесь такой дисклеймер для понимания то есть есть у нас внутреннее облако про которое я рассказываю есть внешнее облако у него разные пользователи разные процессы то есть мы естественно дружим и работаем вместе у нас есть какое-то объединение но по большому счету это два разных продукта то есть единая технологическая платформа это продукт внутреннего облака это продукт разрабатываем техническим департаментом это просто для понимания да то есть есть облако вк-клауд которая разрабатывает команда вк тех а вот вижу их тоже в зале очень рад их здесь видеть и непосредственно это внешнее облако которое решает задачи для внешних наших пользователей там до запуска каких-то внешних наших клиентов ну там про это они сами когда-нибудь расскажут вот потому что возникает много вопросов говоришь я работаю в вк в облакинги о вк-клауд точно но на самом деле нет здесь вот это разграничение присутствует несмотря там на наши коллаборации ну и в целом рантайма мы чуть-чуть декомпозируем да то есть занимается департамент единовых облачных технологий на который там в прошлом году сформировался и на самом деле это логическое технологическое развитие инфраструктурных направлений которые там на за собой влечет именно инфраструктуру как продукт мы о ней говорим о том что инфраструктура должна быть лицом к пользователю должна решать те задачи за которым пользователь приходит потому что там двадцать четвертом году который сейчас наступил разработчики попробовав там поработав с удобными сервисами типа там aws google cloud vk cloud и другими облаками понимают насколько удобной может быть инфра и насколько это все можно делать там нативно быстро без какой-либо проблематики то есть фактически девопс процесс он трансформировался в так называемый такой же там платформа инжиниринг процесс да то есть и уходит глубже когда все становятся формата продуктовой разработки вот разрабатываем облако и занимаемся архитектурой инфраструктуры это очень важно здесь отметить такой point потому что инфраструктура становится такой неотъемлемой частью облака для того чтобы это все работало гибко там надежно ну и все вот это ценности которые мы следим про облака вам немного рассказал то есть здесь есть определенно два рантайма кубернетис эта система доставки и сборки вспомогательные системы решения для разработки то есть фактически сердце на котором все это работает да и которые скорее всего разработчики чаще видят там где их микросервисы запускаются и там где они решают определенные задачи вот вспомогательных систем очень много когда мы говорим про облака на такой большой объем мы говорим там о том что пользователь бесконечное количество и у всех там практики свои мы с вами про это еще поговорим ну это такое этот подытоживание да то есть кому-то надо данные хранить и данных у нас бесконечное количество если там по стендам мы походили посмотрели там в одноклассниках просто огромное количество данных там в mail.ru и в других то есть направлениях их очень-очень много что мы хотели получить вот когда с внешними вот я кстати ссылаюсь на внешние облака а кто-нибудь работал с внешними там в том там ну вообще за все свое время давайте руки поднимем хотя бы с какими то замечательно значит здесь вы скорее всего понимаете там более разработки когда вы можете с каким-то удобным облаком поработать да то есть автоматизировать какие-то там раскатки процессы используя понятный инструмент и когда все это приходит сделать вручную скорее всего это ощущается как два разных мира и чем больше и глубже то есть погружаешься именно в управление такой этот автоматизированной инфраструктуры да то есть получаешь ее как сервис тем меньше хочется возвращаться обратно там на управление серверами в ручном процессе вот а когда у тебя все остальное то есть взаимосвязано там мониторинг сам подключается логи появляются тебе вообще уже не хочется решать какие-то другие задачи вот здесь ценности достаточно понятные то есть это time to market прозрачность утилизация автоматизация и через все эти блоки проходит самое главное надежность да то есть мы на понимаем что не будет интересно там у пользователей когда сервис плохо работает и необходимо то есть повышать прям работать над надежностью и в том числе когда вот я про это рассказываю там делаю большой упор на автоматизацию почему потому что быстрое получение ресурса управление этим важно для нашего пользователя как вот для нашего пользователя продукта ну и про остальное мы не забываем давайте поговорим чуть-чуть про историю развития которая происходила вообще то есть времен это как бы предпосылки к тому что вообще вот происходит в этом всем окружении самописное по я с этого хотел начать там если вы смотрели другие какие-то например доклады там презентации на конференциях типа high load например там еще каких-то на часто видели что там вк сделали такое решение написали там такую-то систему внедрили это и с одной стороны это выглядит как типа ребята делают что хотят да то есть а с другой стороны надо понимать что профиль нагрузок там объема данных скорость которая должна отвечать оно очень сильно отличается я сам там до прихода вк не верил думал ну ребята там предоставляют какие-то социальные сети ну и дополнительные сервисы здорово но когда смотришь внутри на то как это работает функционирует для того чтобы там пользователи могли посмотреть видео там или еще какими-то воспользоваться сервисами становится понятно какая-то внутри сложная работа свой набор технический компонент был исторически потому что решали задачи схожие но в какой-то мере и различные это различные ландшафты то есть мы когда говорим там о разных даже направлениях внутри там какой-то одной пример большой команды это могут быть разные дата-центры причем распределенные не только по какому-то городу там москва питер да то есть а внутри самого города разделенные и необходимо там при этом разделение которое дает нам там дан необходимую отказ устойчивость мы должны понимать о том что это должно работать быстро это должно работать надежно и очень важно понимать что разные практики разработки там буквально на прошлой неделе общался с ребятами из вообще другой компании. То есть мы обсуждали практики, которые разработчики используют. Очень достаточно понятно и просто обсуждать какие-то практики в разработке, когда мы говорим о достаточно понятных типичных продуктах, каких-то там, например, мы берем сайт с не очень сложной логикой, но когда мы говорим о сложных технологических продуктах, которые работают, например, непосредственно с Linux машиной, то есть это какие-то низкоуровневые вызовы, там профилирование уже там на уровне BPF, начинаются расползаться практики, потому что стандартные процессы не работают в этом случае. И это накладывает свою особенность, ну потому что здесь мы говорим о платформе инжиниринг, как о таком инфраструктурном продукте, который как раз эти задачи решает там и максимально ускоряет там те необходимые области, которые нам необходимы. Здесь выделил несколько ребят, то есть, да, там вконтакте есть там статсхаус, большой там продукт, который в опенсорсе, есть барсик, про который работают. У одноклассников OneCloud, про которое говорил Mail, первые там начали делать активно там кубернетис в группе, и причем достаточно много патчей в опенсорсе тоже на это есть, который влияет там прям, ну, на сообщество. Ребята это развивали и развивали как-то параллельно, но решали похожую задачу, и в какой-то момент, вот там, в какой-то момент этот прошлый год, да, когда мы объединились, как я говорил, пришло время сделать правила выбора, которые на самом деле мы и придумали сами. То есть это определенные правила формирования решения. Там в первую очередь, при, когда приняли это сложное решение объединить и создать там сквозной процесс, провели большой аудит всей этой группы компаний, там составили список продуктов, создали там архитектурный там комитет, определили доработки, то есть все эти процессы, которые обычные разработчики говорят, вот это все, вот это бюрократия, нам это не нравится, это было проведено, но если на это посмотреть с другой стороны, это все можно перефразировать и превратить в такой более продуктовый, современный подход лицом к инженерам. Аудит группы – это сбор общих болей, да, там задачи решались, задачи решались быстро, в каком-то виде, но у разработчиков были запросы, которые в какой-то момент они сами там не хотели решать или не было на это возможности, возможно, не обратили внимания, что такую проблему можно решить. Составили список продуктов, на самом деле это, вот я обозначил это решение, кого внедрять быстрее, и, наверное, это звучит правдиво, но под этим скрывается, то есть комьюнити, которая есть у этого решения, это то направление, там документация, поддержка, количество разработчиков, которые есть, и здесь четко, там, мы как участники этого процесса понимали, что вот этих ребят можно там активно затащить, здесь требуются доработки такого-то там объема, и вот эти все процессы тоже для нас были важны, то есть и до сих пор важны. Очень важно, то есть создание даже не каких-то определенных комитетов, которых может быть очень много, там в разных компаниях они вообще по-разному называются, там people board, ресурсный комитет, да как угодно назовите, но это должно быть также лицом к пользователям, то есть фактически таким технологическим сообществом, которое двигает именно технологии внутри вперед. И, конечно же, мы не забываем про определение доработок, всегда это требуется, здесь ничего не перефразируешь, но если вот по этим цепочкам пройтись, то есть посмотреть там на боли, посмотреть, как продукт развивался, хватает ли ресурсов, насколько он уникален или нет, то есть собрать сообщество, доработки превращается чуть вообще в другой процесс, то есть вы начинаете понимать, как с этим активно работать. Вот, и здесь выходит на первый план, ну, как бы архитектурный, да, то есть комитет, который на самом деле там не только архитекторы, чуть вернусь даже, поговорим про это, вот сегодня вы пришли, слушаете доклады, да, здесь у нас разных областей, там инженеры, вице-президенты, там СТО рассказывают о том, какие вызовы стоят и как задачи они это решают, и это, наверное, там наши технологические лидеры, которые сейчас определяют развитие, вот, и как раз большой внутренний опыт позволяет все эти процессы, там, и направления решать в правильном русле, там, за счет эмпирически накопленного опыта, там, то, что вот я ссылаюсь на крупные облака, где-то, наверное, года, там, с пятнадцатого я с ними работал, даже когда они так вот еще не были таким популярными, и сейчас при создании внутренней системы этот эмпирический опыт помогает решать эти задачи. Для наших, то есть, там, тех же самых СТО, это такой же важный опыт, да, то есть, который они здесь могут применить, и эти комитеты, как мы их называем, да, то есть, по факту является сообществом лидеров технологий, которые за счет, там, большой насмотренности, это достаточно важно, да, там, и большой зрелости, до этого, там, в докладах вы слышали, что, ну, классно развивать продукты, там, на достаточно большом, там, как бы, так сказать, на высокой должности, но с другой стороны, то есть, это дает предыдущий опыт, который позволяет обойти какие-то моменты. Это использование проверенных решений, то есть, понаступав на грабли и пройдя большой путь, становится легче решать какие-то задачи, с которыми сталкиваешься, там, на ежедневной основе. Это обмен уникальным опытом, вот, ссылаясь опять, да, на предыдущую дискуссию, то есть, там, ребята говорили, что они пришли из крупных технологических компаний, и, там, опыт решения проблем на таких объемах, он вполне себе уникален, то есть, те вызовы, которые стояли и стоят сейчас, они схожи, это, там, на максимально сложные задачи, которые, там, совместно мы сейчас решаем. Ну, и приоритизация, там, решения задачи именно в области платформы инжиниринга, там, например, на 10 тысяч пользователей, задача тоже нетривиальная, это фактически объем, прям, хорошего внешнего продукта, который, там, схожие задачи решает. Примеры решений вообще абсолютно разнообразные, какие-то, вот, наши внутренние аббревиатуры, то есть, например, там, LLM или, там, ну, IDM, про это вы слышали, там, есть, например, внутренний проект, там, CDN, а есть, там, внутренний проект, например, у нас призма называется, на котором мы также внутри нашли и смогли, там, с помощью него решить определенные задачи. Все это помогает, там, решений много, то есть, и таким объемом мы понимаем, куда двигаться и зачем это делать. То есть, а как делаем? Давайте с вами, например, системы мониторинга, ну, вот, например, посмотрим, да, чтобы вам было понятнее, то это такие абстрактные вещи рассказываю, и вам может показаться, вот он, типа, рассказал, а на самом деле у них все не так, и так это не работает. Вот. Предположим, вот у нас есть мониторинг, то есть, провели аудит решений в группе, там, собрали активную команду архитекторов, разработчиков, CTO подключились, вот, посмотрели на это на все и говорят, а мы хотим какое-то решение. Я вот тут скриншот вставил, кто работал с этим знает, там, это скриншот из SOS House, который у нас определен, там, общей системой, вот. Сравнили решения, причем по как технологическим показателям, так и по тем показателям, про которые я вам там рассказывал о, там, доработках, документации, сложности внедрения, то есть, это прям такой большой процесс. И плюс интеграция со смежными решениями. Когда у вас есть общее какое-то там сообщество, которое ориентируется в тех технологиях, которые у вас есть внутри, им проще подсветить какие-то моменты, сказать, что вот здесь вот должна пройти такая интеграция или не должна пройти такая интеграция, для того, чтобы это именно продукт, он приносил какую-то пользу. А дальше начинается целая куча работы, прям вот по порядку, то есть, вот там сверху маленький скриншотик из прям такой большой диаграммы, как мы все это там внедряем. То есть, фактически, должен быть определение список доработок в первую очередь. Я на этом акцентирую внимание, потому что для того, чтобы составлять верный фло какой-то, с которым вы работаете, необходимо понять, сколько времени это займет. Потому что часть, бывают интересные проекты, продукты внутри, но когда их начинаешь применять непосредственно на всю промгруппу, понимаешь, что объем доработок, он превышает там адекватное затраченное время и фактически там внедрение будет невозможно. Такие тоже бывают ситуации. Обязательно ПОК, так как команда платформ инжиниринга, она вообще близка к R&D и очень часто решают такие задачи, там, ну, задачи уровня R&D, тут как бы даже по-другому не скажешь. Есть всегда определенная группа инженеров, которые быстро могут это все попробовать. Это очень важно, то есть вы не только поверили на слово, да, то есть как это может в каком-то обычном комитете быть, но вы можете прям взять и посмотреть на результативность. Верна ли там документация, работает ли автоматизация, можно ли эту автоматизацию применить в каком-то там другом, предположим, то есть дата-центре, да, то есть, как я говорил, у нас их несколько на разных площадках и как это все будет работать, то есть будет ли работать это со смежными направлениями, которые я обозначил, там, сетью, как это все ложится на там система, там, управления пользователями, сходить к безопасникам, большой-большой процесс, который, то есть окружает вот этот выбор решения, он достаточно, надеюсь, сложен, для этого необходимо сообщество. Конечно, тиражирование, то есть это определение, кто это будет делать, как это будет, и сбор обратной связи постоянно, здесь, наверное, больше мы говорим уже не про какой-то отдельно взятый комитет, да, здесь мы говорим о том, что обратная связь вообще в формате управления инфраструктурой как каким-то либо продуктом необходимо производить постоянно. Вот это очень важный момент, когда с внешними там крупными представщиками облачных технологий там я работал, да, то есть они постоянно проводили обучение, рассказывали их инженеры там или какие-то продакт-менеджеры всегда были на связи, и мы им рассказывали, что нам нравится, что не нравится, то есть проект там развивался, добавлялись продукты, ну это мы говорим про внешнее облако. Фактически для наших пользователей мы таким же внешним являемся, несмотря на то, что мы находимся внутри, и там на примере, например, кубернетиса, с которым я активно работаю, мы также собираем обратную связь, проводим обучение, уже проведено там два внутренних там курса и еще увеличиваем, плюс после этого собираем обратную связь и рассказываем о смежных решениях, то есть это должно быть все лицом к вашему пользователю, там независимо от того, как он работает, и тогда там пользователям легче становится как-то с вами коммуницировать, и задачи решать легче, особенно при таких больших сложных объемах. Список решений, пока вот так я отметил, да, то есть там выбрано 16 решений, не стал там отмечать какие, не сильно важно, то есть там что это, да, то есть это внутренняя кухня, а самое главное, что этот процесс разогрелся, он приносит для нас какую-то пользу. Коллаборации целых четыре, но коллаборации там, да, в понимании, вот на примере мониторинга я показал, и это большая, то есть длинная история, когда мы создаем виртуальную команду, то есть объединяемся, создаем какой-то сквозной процесс разработки, как будут на ИШ реагировать, какой-то процесс, как это будет там саппортиться, прям долгий-долгий-долгий такой процесс, то есть четыре коллаборации, это прям много, это одна, в квартал это непросто, ну здесь я вот CPU показал, эти все системы наши, это уже продакшн, да, то есть это там не какие-то истории, типа мы захотели, вот когда-то сделаем, и может быть запустимся, а может быть не получится, то есть это прям реал-тайм такая система, которая работает и активно-активно развивается там ежедневно. Часть коллаборации можно видеть здесь, когда мы говорим там про платформу инжиниринг, запустили совместный проект с Дзеном по ДБАС, достаточно интересный, да, то есть платформа инжиниринг Дзен, у которых был там и есть хороший опыт, это совместный проект с ЭБЭП по антироботу, который сейчас в активной стадии разработки, это совместный проект с ВКТехом, именно по кубернетису, да, там о чем я в середине говорил, то есть это помогает нам делиться какими-то знаниями, решениями и когда сообщество работает вместе, там на уровне СТО, там лидов разработки, они понимают, какие решения можно переиспользовать внутри, да, то есть и к чему прийти, не тратя на это свой ресурс, а обходясь ресурсом таких виртуальных объединений. Это полезно и для всех, то есть там тот же самый проект по ДБАСу, про него остальные направления знают и там хотят переиспользовать, да, потому что там, ну, есть решения, которые важны, есть внутренние проекты, там по автоматизации каких-то, там, например, там по Тарантулу мы там ДБАС делаем, да, то есть в той области, где он используется, опять же, ребятам интересно, то есть тем, кто именно этой технологией пользуется, вот. С ЭБЭП аналогичная история, очень много проектов, там часть сейчас запущена, часть в проработке, потому что ребятам там в том числе в области там такого Cloud Native интересно пользоваться нашим опытом, который достаточно важен для них, а нам достаточно важно пользоваться таким Cloud опытом ребят, ну, точнее, ЭБЭП опытом ребят, которые накладывают это на Cloud. То есть в целом какое-то объединение здесь абсолютно становится важным. Выводы, которые из этого можно сделать, ну, то есть вот подытожив всю эту историю, их в целом несколько, то есть это создавайте сообщества, это важно, внутри какие-то команды, там, когда-то был бум на создание каких-то сообществ, крупные компании этим там занимались внутри, какие-то направления там, особенно когда пошла вот эта EGL-трансформация, очень было популярно, и прям какие-то там делали вещи, из этого все росло, вот. Развивайте технологии, ну, потому что на самом деле это интересно, не знаю, там все относятся по-разному, но вот лично мне больше всего нравится, там даже на превью было, это попробовать именно создать какие-то сложные технологические направления, проекты, которые, ну, фактически двигают индустрию, особенно когда сейчас есть возможность там в каких-то областях увеличить свое влияние, это прям здорово. Области, я имею виду open source какое-то, какие-то решения внешние, которыми можно делиться, вот. Очень важно, то есть, приносить пользу, не делать проекты в стол, да, то есть, а стараться ими делиться, рассказывать, вот. Ну, и решайте задачи, не забывайте, что любой проект, продукт, он все равно должен кому-то результату проводить, ну, и самое главное, это делать все сообща, то есть, обсуждать, общаться, и вот, чтобы ваши продукты приносили пользу. Спасибо большое за внимание, вы лучшие, очень рад вас всех здесь видеть. А теперь я готов к сложным каверзным вопросам. Или не готов, сейчас Саша скажет, что я готов к каверзным вопросам. Да, 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 вот Саша готов к каверзным вопросам, Саше нечего терять, а Леша руководитель направления, там, евангелисту, в принципе, можно ответить все, что угодно. Хорошо, что. Коллеги, кто микрофон дали уже, да? Спасибо. Да, большое спасибо за доклад. Очень интересно послушать, как вы несколько очень крупных систем воедино пытаетесь слить. Есть пару вопросов, два вопроса. Собственно, первое. Глобально это, насколько вы сильное влияние имеете на разработку. То есть, если есть текущее решение команды разработки и есть ваша рекомендация, что более важно? То есть, команда делает какую-то пруку в концепт, потом приходит к вам, демонстрирует решение, и вы говорите да-нет, или они сразу приходят и говорят, что нас это не устраивает, и можем ли мы сделать? На каком этапе вы вступаете? Классный вопрос. Вот прям мне нравится. В общем, смотри. По-разному бывает абсолютно. То есть, все зависит от того продукта, с чем он приходит, и почему именно он так говорит. Там частный пример. Вот недавно, то есть, прям с этим решали. Приходит одна команда и говорит, ребят, нам надо вот прям вот, чтобы сеть работала так-то, так-то, потому что вот у нас есть там внешняя система, ну и начинает объяснять. Естественно, это понятное требование. Мы не можем остановить бизнес и сказать, переписывайте, потому что нам не нравится. Здесь закладываем в пленнинг какой-то и начинаем доработки там, которым мы можем им предложить. Здесь как бы такая обратная связь. То есть, ребят, вы хотите это, мы можем сделать вот так, либо сделать вот так, давайте типа, ну там, потестируем. Вот. Бывает, когда команда, да, приходит и говорит, а нам просто не нравится, потому что мы вот типа так не хотим. Здесь смотрим, то есть, на то, почему, зачем, да, то есть, и иногда, да, то есть, наши рекомендации имеют высший приоритет, потому что все-таки, да, там, отказоустойчивость, надежность, там, геораспределение сервисов отвечает наша команда, да, то есть, и сервисы должны правильно жить, должны подключаться к правильному там, мониторингу, логированию, да, то есть, и да, в этом случае в какой-то момент ребятам надо доработать. Спасибо большое. И еще один вопрос. Как вы контролируете соблюдение ваших требований? То есть, вы верите на слово или есть какие-то автоматизированные чеки, отчеты и прочее? Классный вопрос. В разных областях по-разному, да, то есть, ну, если мы говорим вообще, то есть, по процессу платформы инжиниринга, у нас же там, как я говорил, там и сети, и все, там, запуск контейнеров, да, в тех частях, где там это прям от автоматики зависит, например, запуск контейнера по определенным правилам, там работает автоматика, да, то есть, там, ты не можешь запустить контейнер условно, если ты там сетевое правило не применил, ну, утрированно, вот, примерно так есть. А в каких-то частях сам процесс, то есть, когда новое какое-то направление к нам заезжает, ну, это же такой процесс атернативный, да, то есть, есть выделенный инженер, который помогает решить эти вопросы, но заодно и смотрит, насколько правила соблюдаются, да, здесь мы коллаборируем СЭБ, которые свои там соблюдают правила с помощью автоматизации, там, ручного труда, да, и также там в разных областях мы, то есть, появились метрики, мы видим, что это выгружается в общую систему, все ок, сделали, да, то есть, метрик невидим от там пришедшего направления, типа, ребят, ну, в чем дело, да и поможем, или давайте посмотрим. Спасибо за доклад. Вопрос следующий. Вы, к примеру, приходите в команду, увидели, что у них какой-то классный продукт и хотите смасштабировать на компанию. Кто овнер в таком случае этого продукта, кто будет дорабатывать потом какие-то фичи, забираете ли вы их себе? Если забираете, то как к этому относятся разработчики, которые являются, как бы, рода начальниками этого сервиса? Я расскажу. Несколько есть вариантов, вот, самый простой вариант, это коллаборации, да, про которую вот я там в конце чуть зацепил. Фактически как получается, то есть, видим, ну, там, какая-то команда X использует продукт Y, да, и он классный, мы можем его замасштабировать. Вот, общаемся с разработчиками, в первую очередь заходим, там, ну, условно, я захожу, говорю, ребят, классный продукт, давайте, там, вы расскажете, какой дем проведете. Ребята показывают, смотрим, то есть, оцениваем применимость, да, например, такие, на самом деле, это там внизу непонятно, что написано, или наоборот, хороший продукт, который там уже замасштабировал несколько команд. Вот, и дальше начинается, ну, как бы, определяем. Есть вариант заколлаборироваться, то есть, и ребята там обязуются брать какое-то количество доработок, там, в бэклог, ну, класть, да, 20% времени, например, выделять, на какие-то доработки. Плюс, если там официально мы определяем, что этот продукт, он масштабируется на всю компанию, да, то есть, о них появляется необходимость, там, issue получать, да, то есть, от команд. Есть такой вариант, ну, то есть, прям процесс коллаборации, виртуал-тим, вместе работы можем, там, разработчики могут подключиться, может быть, они сами справляются. Другой вариант, когда команда прям пересаживается непосредственно к нам, да, то есть, ну, вот, в технический департамент, сюда прям близко к облаку, и здесь тогда это возможно, там, в случае, если команда именно вот этим продуктом занималась и другие задачи не решала, да, то есть, мы прям вот нативно их перетягиваем, и уже забота о команде становится, там, ну, заботой нашей, начинаем, там, смотреть, там, на капасти команды, на количество закрываемых задач, то есть, работать с эксплуатацией, как этот продукт будет, либо обучать внутреннюю эксплуатацию, либо добавлять, то есть, либо так, либо шаг, зависит от спектра решаемых, там, других задач, да, которые на этой команде висят, и возможность такого перехода, естественно, желание самой команды, да, то есть, хотят ли они быть, там, частью единого облака, или они хотят, там, в коллаборации участвовать, то есть, вариантов несколько здесь взаимодействия. Коллеги, я просто напомню, что мы арендовали Алексея на весь день, поэтому вы можете его прожечь открытыми темами, вот такими, которые занимают некоторое долгое, да, время обсуждения. В кулуарах, есть ли вопросы еще? Да, у меня есть вопрос. Алексей, спасибо, очень классный доклад. Вы в конце сказали про сообщество, и мне стало интересно, можете ли вы поделиться какими-то best practices, как поддерживать сообщество в активном состоянии, то есть, чтобы люди чувствовали заинтересованность, и была мотивация делиться опытом в этом сообществе? Да, самое главное, первый прям, point, если взялись, не бросать это, потому что, вот я там чуть-чуть про трансформацию-то пошутил, да, то есть, бум пошел, потом прошел, и вроде как все затихло, то есть, должны быть лидеры, это как бы, вот это вот, так сказать, сообщество, лидеры мнения, да, кто считает, что это важно для того, чтобы подпитывать изнутри вот эту активность. Естественно, должны быть какие-то мероприятия, там, ну, мы вот, я вот говорю, их мы там назвали комитеты, да, но как их ни назови, всегда должна быть структурно вот эта вот организация, проведение каких-то встреч, которые именно это подпитывают, вот. Плюс не только там всякие грустные, скучные комитеты, да, то есть, но и активности, которые продолжаются после этого, то есть, решили за какую-то задачу, рассказывать про это, проводить демо, то есть, надо прямо вот изнутри как бы это все подпитывать, рассказывать, чтобы все в это включались, ну, и не забывать. Как только перестаешь соблюдать хотя бы часть вот этих вот активностей вокруг, все, ну, то есть, это забывается. Ну, и, естественно, я знаю, Саша, надо быстро отвечать сейчас. Не-не-не. Да. И, естественно, здесь вот прям большую роль играет зрелость, там, тех, кто в этом участвует, да, то есть, должны понимать зачем. Там не просто, что, ну, у всех есть какой-то комьюнити, давайте создадим, чтобы вот оно появилось, а надо четко понимать, что это приносит пользу, там, на всю группу компаний, на компанию, там, независимо от размера, там, даже, там, на то же самое стартап, да, то есть, если, например, там, ну, все в разных местах работают, и эта ценность, она должна ощущаться, как-то измеряться, то есть, ее должны чувствовать и участники, и те, кто к этому причастны. Тогда это будет жить, вот, ну, как-то дольше и вот прям работать. Да, коллеги, один вопрос можем еще взять по таймингу. Я добавлю к прикольным мероприятиям, что мы лично делаем, это архитектурные каты мы недавно решили запилить, то есть, все то, что позволяет специалистам внутри этого сообщества выплеснуть, вот, какие-то свои лернинги, уроки, вот, то, что они накопили, там, да, недовольство, довольство и так далее. Спасибо. Леша, один вопрос можем взять. Спасибо за доклад. А как вот оценивается польза от команды? Есть ли какие-то цели, там, стратегии и так далее? Или это вот такая очень творческая единица, мы считаем, что это работает, это нужно, это полезно, ну, и все на этом. Не, вот, несмотря на то, что я так все весело, классно это рассказывал, да, этот, что там все пообщались, всем понравилось, эти процессы все оцифрованы, мышеские блоки архитектуры, да, то есть есть целый ряд категорий, по которым там оценивается решение, есть ряд процессов, я вот, ну, показывал там маленькую картиночку, да, теперь берем решение, внедряем, вот, но у всего этого процесса есть категории, которые там перерастают в какие-то планы для команды, для участников процесса, да, то есть это на уровне, там, менеджмента, там, и участников процесса оцифрованы, есть там сроки, планы, то есть там получение результата, который мы хотим, например, там, ускорить, там, поставку контента нам на 20%, ну, утрирую, да, но это планы, как бы, верхний уровень, и за этим, там, мы следим, да, там, как руководитель этих процессов, вот, а внизу это больше, ну, работа с инженерами, то есть вовлечение, там, в процессах сообщества и вот донесение какого-то результата, здесь вот, как бы, вот по такому, чуть-чуть идет по-разному, да, то есть для разных категорий, но в целом, да, то есть это прям большой такой описанный процесс, там, в понятных категориях.